Да, вот именно потому что улица Разина, мы столкнулись, не первый год мы сталкивались с проблемой именно складирования мусора вокруг площадки, что вызывали у нас несанкционированные свалки. С этой проблемой мы на протяжении, ну, больше двух лет боролись. И мы сейчас видим положительный пример о том, что сознание управляющих компаний, сознание жителей, все-таки оно привело к тому, что площадка в настоящем благоустроена. Жители более осознанно, видя благоустроенную площадку, уже не складируют мусор рядом, не образовывают несанкционированные свалки. Мы видим надписи на контейнерной площадке, которые жители уведомляют о том, что где складировать крупногабаритные отходы, потому что должно быть отдельное место накопления. Где складируют твердоботовые отходы, контейнера подписаны, управляющие компании промаркированы. На протяжении вот этой практики у нас уже сложилась, где-то на протяжении двух недель выполнены работы. И мы видим положительную тенденцию о том, что мусор мы не наблюдаем. Мы постоянно с нашими сотрудниками мониторим улицу, как будет она. Вокруг, по периметру контейнерной площадки перезина засыпка. То есть за местом накопления ТКО, за ограждением благоустроено и по периметру. И хотелось бы, конечно, чтобы эта практика пошла по всему городу, чтобы управляющие компании, ТСЖ, как в качестве положительного примера, видели и передавали этот опыт. На сегодняшний момент данная контейнерная площадка закреплена за определенными домами, согласно муниципального реестра площадок ТКО. И данную контейнерную площадку обслуживают три управляющие компании. Это управляющая компания «Авангард», сервис СТК и управляющая компания «Боярд». 15 апреля 2020 года этими тремя управляющими компаниями подписано соглашение о совместном содержании контейнерной площадки. То есть все работы, которые проведены по благоустройству данной площадки, это и ограждение, это и замена баков, это и определение места для складирования крупногабаритных предметов. Все это выполнено силами и средствами управляющих компаний трех. Подписано соглашение и на постоянной, на ежедневной основе ведется содержание данной контейнерной площадки. Но со стороны жителей, конечно, пришло, наверное, все-таки понимание того, что есть культура складирования ТКО. И в дальнейшем тоже хотелось бы, чтобы данные культуры, данные культуры, данные правил жители придерживались. Но со стороны управляющей компании соглашение данное одобрено практически всеми управляющими компанией города. И на данный момент ведется она кропотливая работа по составлению соглашений в отношении всех контейнерных площадок. И постепенно, постепенно данное соглашение внедряется в работу всех управляющих компаний. Это по улице Разина, по улице Чуйковского, 75, там уже тоже произошло обустройство контейнерной площадки, насколько мне известно. Поэтому постепенно, со временем, на все нужно время. И я думаю, что в течение определенного времени мы придем к хорошим результатам. У нас, конечно, возникали огромные трудности с вывозом мусора, потому что была постоянно антисанитария. То есть, как бы люди страдали в этом плане. Сейчас, когда при содействии городской администрации и управляющих компаний, сейчас все намного лучше, все изменилось. Я от лица жителей и от себя лично хочу поблагодарить, в первую очередь, управляющие компании, потому что, ну, как бы, они наводили порядок. Нужно соблюдать чистоту и обязательно распределять бытовые отходы, строительные. Для этого есть две отдельных площадки. Да, это очень удобно. То есть, и вывозить контейнер, машина подъезжает, контейнера вывозятся, мусор твердый отдельно вывозится. То есть, дворнику удобно все это убирать. Вот, и призываю людей оценить труд чужих людей, потому что все-таки люди убирают здесь. Продолжение следует...